Цифровые технологии – неотъемлемая часть нашей жизни. Записаться в поликлинику, оплатить налоги и коммунальные услуги, проложить маршрут поездки – сегодня это можно сделать дистанционно или, как говорят, в один клик. Но все – перечисленная лишь видимая часть айсберга цифровизации. Сегодня на первый план выходит повышение уровня развития информационных технологий. На 14-м международном навигационном форуме «Сфера» в рамках пленарной сессии возможность узнать о перспективах развития космических систем и задать актуальные вопросы о развитии навигационной отрасли представилась участникам и спикерам. Одним из космических проектов России является программа «Сфера». В перспективе это возможность объединить в единую программу разнородные услуги, в основу которых заложен потенциал космической связи, дистанционного зондирования Земли и навигации. «Сфера» коснется практически всех аспектов нашей жизни. Тут и экологическая безопасность, и промышленность, и транспорт, логистика и развитие общественных сфер, таких как образование, наука и спорт. Программа позволит нашей стране выйти на передовые позиции в мире в области связи, навигации, метеорологии, спутникового интернета, телерадиовещания, дистанционного зондирования и новых услуг. Самое главное – она позволит сделать нашу повседневную жизнь безопасней, комфортней и удобней. По словам спикеров, в пленарной сессии в ближайшее десятилетие «Сфера» должна стать основным российским проектом в области прикладной космонавтики. Благодаря ей страна получит самую современную систему коммуникаций, включающую как существующую, так и перспективную космическую инфраструктуру. Для полноценной реализации проекта необходимы новые космические аппараты с различным функционалом. По словам экспертов, программа даст отечественным предприятиям крупный заказ на серийное производство спутников. В этой связи на недавнем петербургском форуме между корпорациями «Газпром», «Росатом», «Роскосмос» было заключено соглашение о сотрудничестве. В этой связи в рамках пленарной сессии генеральный директор компании «Газпром. Космические системы» Дмитрий Севастьянов ознакомил участников с материалами о работе ГКС и перспективами строящегося на территории Щелково сборочного производства космических аппаратов. Мы благодарны, что «Роскосмос» нас пригласил участвовать в программе «Сфера». Мы там представлены тремя своими подпроектами. Это возобновление и развитие спутников «Ямал» на гистонарной орбите. Второе направление мы мечтаем и намерены реализовать. Это спутники дистанционно-зандированной земли «Смотр» на орбите, чтобы были свои. Сейчас мы пользуемся чужими. И третье направление – это строительство сборочного производства космических аппаратов Щелково. Многие федеральные организации заинтересованы в создании в России единой системы геотехнического мониторинга опасных производственных объектов. Предполагается, что основу системы составят космические аппараты, которые будут создаваться именно в рамках программы «Сфера». Их будут выпускать на строящемся сборочном производстве дочерней компании «ПАО «Газпром»» «Газпром Космические Системы», чей главный телепорт находится в Щелково. Мы с «Газпром Космической Системой» сотрудничаем со дня создания. И, в общем-то, это было совместно и есть совместное детище «Газпрома» и «Роскосмоса». И, конечно, сейчас развитие будет то, о чем мы говорили. Это и системы связи, и системы дистанционного зондирования Земли, и приложения операторские, и, конечно же, наше совместное предприятие, сборочное производство космических аппаратов. Это современное производство, которым можно будет создавать аппараты и связи, и дистанционного зондирования Земли. Также в интервью о взаимодействии компании «Газпром Космические Системы» в масштабах всей России рассказал Дмитрий Севастьянов. Первое – это «Росвязь», о чем уже было сказано. Второе – это информационный мониторинг. Прежде всего, у нас сегодня в «Газпроме» мониторинг охраны зоны и зоны минимальных расстояний газопровода идет. Второе – это смещение поверхности Земли. Этот опыт предложен сегодня использовать во всей стране для того, чтобы оценивать безопасность критически важной инфраструктуры.